Продолжение следует... Ну что ж, мы снова в студии и напоминаем, что у нас в гостях сегодня Анатолий Немов и его дочь замечательная и красавица, и очень талантливая София. Все в папу. Продолжение следует... 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 Кто-то спешит еще к нам на программу. Сто процентов. Вот буквально, что называется, схватил с полки. Это книга Леонида Филатова. К сожалению, покойного, замечательного актера, прекрасного поэта. И открыв его буквально вот так вот на ходу, подумал, ну может быть что-то выбрать сегодняшней передачи, что-нибудь почитать. И первое, на что наткнулся, не знаю с какого переляпу, видимо потому что в этом году будет юбилей Александра Сергеевича Пушкина. И соответственно, вот открыв первое стихотворение, я клянусь, я специально не готовил. Он открыл и думал, нет, я хочу прочитать. Не потому что вот, а потому что хочу прочитать. Никакого отношения не имеет ни к советской армии, ни к морского флота, не имеет. Хотя, короче, стихотворение называется «Дантес». Он был красив, как сто чертей, имел любовниц всех мастей, любил животных и детей, и был со всеми мил. Да полно! Так ли уж права была жестокая молва, швырнув послед к ему слова, он Пушкина убил. Он навсегда покинул свет, и табаком засыпал след, и даже плащ сменил на плед, чтоб мир о нем забыл. Но где бы он ни был, тут и там, при нем стихал ребячий гам. И дети спрашивали, мам, он Пушкина убил. Как говорится, все течет. Любая память есть почет. И потому на кой нам черт гадать, каким он был? Да нам блевать, каким он был! Какую музыку любил! Какого сорта кофе пил! Он Пушкина убил! Великолепно! Я впервые слышу эти строки, но они действительно пронизывающие. Это актер, это он уже умер, да? Да. Это его стихи? Это его стихи. Это книга его поэзии. Очень был талант. Это был безупречный талант. Актер, поэт, режиссер, телеведущий программы, чтобы помнили. К сожалению, судьба меня с ним не свела. Мы были знакомы. Шапошна. Здравствуйте, до свидания. Там в доме актеров, в центральном доме работника искусства. И не более того, но всю жизнь я любил, сначала я услышал песню, не знал, кто автор, не знал, кто... Потом уже узнал, кто автор. Он. Он актер и поэт. Здесь нет ни наводнений, ни пожаров, и так же безмятежна тишина. О, милый городок счастливых нищих, вам не страшны ни войны, ни века. И вдруг восторг, в немысливых глазищах, молоденькой жилы зеленщика. И вы поверите, что все это не враги, и что сегодня в этакую врань столичный клоун. В белом шапокляке заглянет нынче в вашу глухома. А ты меня когда-то целовала, с ума сойти и, кажется, приспел. Моя любовь, моя провинциалка, который год замаливает грех. А твой дотвошный муж, смешон и жалок, швырел на сцену деньги и святы. Известно, что мужья провинциалы, искусство ценят выше суеты. Как ты была тогда неосторожно, как ты неосмотрительно была. Тебе моя хохочущая рожа, и до сих пор по-прежнему мила. Я постарел, с меня слетела пудра, но я голландин, кланяюсь в толпе. Но вот настанет следующее утро, и ты уйдешь, не вспомнив обо мне. А утро было зябким, как щекотка. И прокричали третий петухи. И были нам нужны стихи и водка, стихи и водка, водка и стихи. И были нам нужны стихи и водка, стихи и водка, водка и стихи. Браво! Ну что ж, пришло время посмотреть еще один репортаж нашей новой рубрики. Агент Татьяна Селезнева подготовила репортаж о недвижимости. Давайте все вместе посмотрим репортаж. Это буквально три минуты, и потом продолжим. Очень здорово. Стихи и водка. Поехали. Всем привет! С вами Татьяна Селезнева, специально для программы «Наш Аганек». Сегодня мы вам сделаем репортаж об особенной интересной зоне для всех. Не только для туристов, а еще для всех тех, кто хочет инвестировать в городе Монос-Айресе. Итак, ознакомимся с этим районом. На данный момент мы находимся в одном из самых шумных и интересных районов. Здесь можно отдохнуть в любое время дня и года, в любое время суток. Самое основное движение начинается после 8 часов вечера. Бывают такие же дни, как и сегодня, что можно даже просто потанцевать танго. Так как наш сегодняшний репортаж в районе Палермо, мы вам покажем вот такие достопримечательности. И для всех тех, кому нравится ночная и активная жизнь, бары и рестораны, это отличный район. Этот район не любят только одни туристы. Этот район еще любят все те, кто хочет инвестировать в недвижимость. Пока вы смотрите вот на этих людей, которые осмелились потанцевать, или, по крайней мере, научатся танцевать танго, расскажу, что средняя цена квадратного метра в этом районе, она стоит 3,5 тысячи долларов за квадратный метр. Еще хотим вам рассказать, что есть такие опции, где вы можете покупать квартиру уже с мебелью на этапе строительства. И та же самая компания, которая вам продает эту квартиру, она занимается администрацией этой квартиры, делая этим самым, чтобы ваш вклад, что ваша инвестиция, она получается более удобной и более практичной. Инвестировать можно в такие проекты от 65 тысяч долларов. Если вас интересует более точная информация, пожалуйста, обращайтесь, и мы найдем вам что-нибудь очень-очень интересное. Наш репортаж подходит к концу. Мы прощаемся с вами вот с этой улицы, которая считается самой cool во всем мире. Всего доброго! Увидимся ровно через неделю. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»! 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 Ну и такие вот четверостишни, вот, такие четверостишни на сегодняшний день довольно, как бы, ну, модные, скажем, да, такими четверостишними увлекаются такие замечательные поэты, как Гарик, господи, вылетело из головы, неважно, знаменитые Гарики. А мы не спросили у вас автора вот этих четверостишней, это вы? Я? Я такого писать не могу в жизни, априори не пишу. Я вас люблю, тому свидетель Бог. Нет женщины, прелестней вас и краше. Я ровно в полночь был у ваших ног, потом гляжу, а ноги-то не ваши. Все может быть, все в жизни может быть. Я сам, наверное, сильно изменился, но первую любовь не позабыть. Забудешь тут, когда на ней женился. Орала женщина во всю благую мощь, бил женщину разгневанный мужчина, и я не знал, кто прав и в чем причина. Но так хотелось мне ему помочь. Яви мне милость, всемогущий Бог, прости, что оторвал тебя от дел, но если сделал ты уже, чтобы я не мог, так сделай же и так, чтобы не хотел. Ну, это, конечно, это день для мужчины. Надеюсь, отзывы эти уши заткнули на этой песне. Нет, продолжаем, продолжаем. Продолжаем, у нас еще, правда, песни потом будем петь. Еще будет, если у нас есть время, будет две песни. Я могу еще долго, до утра времени. У нас тоже время прям... Жалко, что эфира осталось у нас немного. У нас осталось только 10 минут эфира, поэтому мы будем это... Вот вы как бы сами... Вроде меня пригласили, но я эти 10 минут и займу. Конечно же, обязательно. Людмила изменилась, как ни странно. И очень часто в середине спора с призвеньем глядела на Руслана и часто вспоминала Черномора. Какие великолепные просто изюминки. Перлитас. Жена ушла, от сына нет ни строчки, цепочка, нескончаемый обед. Одно лишь утешение в жизни. Дочка. Соседская, ей 19 лет. Ты вот и ушки за это вот... Потому что папа такие стихи читает, что ночью это не нужно. Она уже взрослая. Поверьте, я это с 5 лет уже знаю. Ну, не все, но в общем, да. Посвящение супруге. Любимая, ну чем тебе помочь? Дай вытру пот. Бедняжка, ты встал. Забудь плиту. Иди из кухни прочь. Иди, иди. Ведь ты еще не постирал. Чувствовал подвох. Да ты не знала, чем будет это закончиться, нет? Ну, чувствовала уже, да. О тембр голос. О ум. Лучистость глаз. О нежность рук. Так трепетно тревожно. О волосы. Забыть их невозможно. Ну, ладно. Хватит о себе. Рад о вас. Немножко о самой критичной. Молодец. Чуть-чуть хотя бы. Нет, нет. Покой ваш не нарушу. Я обращаюсь к вам несмело. Не обнажайте сразу душу. Начните постепенно. Стив. Я уже тоже взяла подвох. Неярно. Да, да, да. Жены не стоит ближнего желать. Ведь жизни может многое случиться. Свои ты силы должен рассчитать. А вдруг она возьмет и согласится. Ну, и в заключении как бы этих. Живу я у жены под каблуком. Керпя, поверьте, в жизни много мук. Во всем неправ. Виновен даже в том, что у нее стирается каблук. , heroic. Живу. Женежно. Ну, в реале с��. В��. героя. Ну, в needles. В SN absolutely. В ВIZ swipe. поэсия кортистас и това комучомор и куча сарказмом и poco contra las mujeres на контракта entre las mujeres criticando у кого сомбрестан беянуэля мой линдогон а сейчас я хочу успеть еще одну песенку я попрошу нашего оператора потому что у меня будет сейчас идти песня программу да и песня вы знаете с детства любил этот город я думаю что все его любили город одесса который у нас всегда у нас какой популярный любимый всеми к сожалению на сегодняшний день непонятно для меня вообще что происходит с украиной что происходит но эта песня от тех времена когда мы были вместе когда мы любили друг друга если друг другу в гости и как мы страстно любили город одессы ну что ж давайте слушать я прошу прощения у меня нет наушниках и я не знаю что я не проблема коммерции может у тебя вашего есть я тоже 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 Así que tenemos algunos problemas técnicos. Вот вы слышно. Ahora sí. Встречайте, Анатолий Немов! Встречайте, Анатолий Немов! Чуть-чуть со мной побудь, Ведь я иду в кругосветное странствие. В твой дальний край идет трамвай, И весь твой рейс до шестнадцатой станции. В твой дальний край идет трамвай, И весь твой рейс до шестнадцатой станции. Махнешь рукой, уйдешь домой, Выйдешь замуж за Васю диспетчера, Мне ж бить хитов, Укромки льдов, Рыбьим жиром детей обеспечивает. Я не поэт и не брюнет и не герой, Заявляю заранее, Но буду ждать и тосковать. И если ты не придешь на свидание, Я буду ждать и тосковать. Если ты не придешь на свидание, Шумит волна, плывет луна, От слободки за дальние мельницы. Пройдут года, но никогда Это чувство к тебе не изменится. Пройдут года, но никогда Это чувство к тебе не изменится. Вот так. Браво! Спасибо. И самое время для распоминания всех тех, Которые помогают нам в создании нашей программы. И поблагодарим, конечно же, Родольфа, Который сегодня у нас, И не только сегодня, На каждой программе приходит И готовит нам звук. Поблагодарим Еву Макет. И заодно, так как сегодня 23 февраля, Поздравляем мужчин, Поэтому мы поздравляем вас Российским праздником. Я хочу закончить песню тоже. Ну что, что мы будем слушать? Ну, к великому сожалению, Возраст всегда поджимает. Вот. И я, конечно, еще держусь, Я еще как бы пытаюсь это самое. Но вот, опять же, совершенно случайно. Буквально я говорю, что я не вру, Я сегодня не готовился абсолютно вот так вот предметно. Но и вдруг увидел, услышал песню уже В этом самом. Песню Леонидовича Учёсова. Чем хочу закончить. Ну что, что? Ну что, что? Ну что, если? Ну что, если? Ну что? Ну что, что с ним? Ну что, если Кусты жасминные И ты, как прежде, кажешься Кудрявою рябиною Пускай густые волосы Подернутые иние Глаза твои усталые Мне кажутся красивее Что не сбылось, то сбудется Не сбудется, забудется Когда проходит молодость То по-другому любится Что не сбылось, то сбудется Не сбудется, забудется Когда проходит молодость То по-другому любится Когда проходит молодость То по-другому любится Прекрасно Ну что ж, пришло время заканчивать нашу программу Дорогие друзья Напоминаю о том, что в эфире была программа «Наш огонек» Программа для вас, наши соотечественники Всем доброго, удачи, счастья и здоровья С наступающим С наступающим Или уже сбывшимся До свидания До новых встреч Ждем вас в эфире Ждем вас в эфире, как всегда По четвергам С 20 часов на Демос радио визуаль Напоминаю о том, что у нас есть страничка в фейсбуке И инстаграм Наш.огонек А также вы можете посмотреть все наши программы На нашем канале «Наш огонек» И не забываем, конечно же, поблагодарить наших помощников Продюсера нашей программы Евы Маккет И Анну Андерсон Также мы благодарим, как всегда Викторию Пиворчук, стилиста нашей программы И Еву Фомину, которая стала помогать нам в монтаже новых рубрик Новых репортажей о недвижимости И вот эта замечательная, прекрасная, новая у нас теперь программа Прогулки с санаторием Невом И напоминаю о том, что сегодня в студии с нами была замечательная семья Сам Анатолий Нимов Это прекрасный актер театра и кино А также педагог театральный И его дочь, красавица и очень талантливая девушка София Томандо, томандо, томандо и фастикандо и брендандо Простите Я сказал, вы подождете, ничего страшного Ну? Здравствуйте Здравствуйте И как это называется? У меня что, ноги казенные за 3,9 земель сюда ездить каждый раз? Подождите, в чем собственное дело? Что значит, в чем собственное дело? Я вчера звонила, русским языком объясняла, что сегодня плановая проверка электросчетчиков И что же происходит? Объявлений нет, никого нет Вы, наверное, с моим сменщиком разговаривали Лысый такой мужчина, да? Знаете, милая бабочная, я не знаю Я по телефону не обратила внимания, лысый он или нет Что мне теперь делать? А? Кто будет развешивать объявления? Кто будет ходить? Вы, что ли, или ваш начальник? Я действительно ничего не знала Вот так всегда Никто ничего не знает Никто ни за что не несет ответственность Только одна я, немолодая, больная женщина должна ходить по всем этажам, пешком, заметьте Да? Ну и что мне теперь делать? Да, неловко получилось, но мы все исправим А вы простите нас, пожалуйста Да что мне ваше вращение, милая моя? Ну при чем здесь ваше вращение? Что теперь делать? Как мы сейчас должны выходить из положения? Ну что мне? Самой, самой, размешивать эти объявления Что? Что? Рассказывайте Давайте сделаем так Вы сейчас пройдетесь по всем квартирам Возьмете показания счетчиков там, где это возможно Хорошо, а где невозможно? Кто будет? Ваш начальник будет вас склеивать? Или вы пойдете вместо него? Пожалуйста, не сердитесь Мы сейчас все исправим Повесим объявление И завтра все будут сидеть по домам Не сердитесь, не сердитесь Сидеть по домам они будут Ну хорошо Я пойду сейчас сделаю все, что возможно Действительно, по доверию, кто есть дома Не сидите же мне здесь в диспетчерской А завтра А завтра, будьте любезны Я очень прошу Предупредите всех жрецов Иначе я действительно буду разговаривать с вашим начальством С начальством не надо Я все сама сделаю Смотрите Как вас зовут? Обещаю Светлана Светлана Да Я запомню вас, Светлана Запомните Я честно обещаю вам все сделать Вы не лысая, я вас запомню Всего доброго Это Вася Лысый Да, Вася Лысый Запомнила Вася Лысый Всего доброго Ничего страшного Подождали удобно две минуты Ничего страшного Алло, Лена Вызови мне срочно Васю Какой Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok